Всем привет! Сегодня небольшое отдельное видео по поводу походной кофеварки Эсбит. У меня есть большое видео по поводу того, как я варил на ней кофе, а сегодня хочу показать более подробно о том, как эта кофеварка устроена. В комплекте вот такой чехол, в общем-то очень удобный, защищает от лишних царапин. В общем кофеварку плюс какие-то бряканье исключает рюкзаки. Хороший чехол, все убираем его. Вкручиваем кофеварку. В комплекте с ней продается вот такой таганок. Он рассчитан на то, что вы будете пользоваться сухим горючим. В частности, вот здесь такая вот в комплекте финтифлюшечка в специальном мешочке. В этом мешочке находятся запасные ножки к таганку. Если вы эти ножки потеряете, то есть две запасные ножки. Пакетик такой мешочек. Точнее тоже, чтобы не брякало из такого мягкого материала. И вот такая конструкция, которая предназначена для того, чтобы укладывать сюда сухое горющее. Причем, ну конечно, сухое горющее не абы какое, конечно, желательно. А фирмы Эсбит замечательный. В общем-то из-за этого я ни разу не пользовался всей этой конструкции. Красивая такая для того, чтобы тушить с логотипом. Очень симпатично все сделано. Такая мини печечка. Ну, я как-то сухим горючим не очень пользуюсь, поэтому у меня пока эта вещь не востребована абсолютно в таком состоянии новом. Ничего не могу о ней рассказать, кроме того, что естественно на нее идеально встает кофеварка. Просто идеально сюда садится. Давайте мы этот таганочек тогда отложим в сторону. Он симпатичный, но большого интереса для меня, например, не представляет. А вот больше двух лет я ей уже пользуюсь. Даже, по-моему, уже три года, наверное. Значит, как ей нужно пользоваться? Значит, ну основной корпус, в общем-то, сюда мы наливаем воду. Наливаем воду мы вот до этого клапана. Вот это максимум. Да, иначе ей будет нехорошо. Кстати, обратите внимание, там дно внутри покрылась такой окалиной. Немножко все-таки внешний вид теряется. Жарил я ее на разных газовых горелках, на джет-гойле, такую кофеварку, на спиртовке. Ну вот, периодически ее чищу, но тем не менее вот это уже не очищается. Это покрытие сменило цвет от температуры. Значит, наливаем сюда воду. Количество кофе в разумных пределах сюда насыпаем. Опускаем это в воду. Вот теперь основная часть, самое интересное. Значит, это крышка с носиком. Прокладочка силиконовая. Хорошая, кстати, силиконовая прокладка. Я боялся, что она как-то не очень будет хорошо держать или там со временем начнет разрушаться. Нет, я много пользовался ею. Можно сказать, что вещь надежная. Значит, она симметричная абсолютно эта прокладочка. Любой стороной она сюда укладывается. Ну, слава богу, что они так сделали, конечно. Сюда укладываем на прокладочку вот эта сетечка. Ну, естественно, так, чтобы она правильно заходила на прокладку. Вот этой выемкой внутрь. Все. Дальше мы аккуратненько вот это все дело так соединяем. Не слишком туго закручиваем, но не слишком слабо. Потому что там внутри будет все-таки давление и нужно, чтобы пар не проходил под резьбой. То есть, ну так, затягиваем уверенно. Дальше ставим на огонь. Не на всех горелках эта кофеварка может устойчиво стоять. Например, на джет-бойл она ставится просто идеально. На такую вот обычную самую китайскую любимую горелочку тоже подходит идеально. Просто отлично здесь встает. А вот, к примеру, на вот такую вот горелочку от Ковеи мне она очень нравится. Встает очень хитро. Ее надо сюда вдавливать. Тоже встает, держится. Да? Но я легко представлю себе конструкцию, с которой она будет соскальзывать. И это у меня было на видео. Соскальзывает она с родного своего эсбитовского таганка. Вот родной таганок от эсбита. Вот так он выглядит. У меня есть видео такое про него. И, как мы видим, она очень хочет сюда провалиться. Когда она с водой, она достаточно тяжеленькая. И вот этот вот эффект, он мне совсем не нравится. То есть, ну, сварить можно кофе на нем, тем не менее. Но за равновесием надо будет следить. И что хотел еще сказать. Какой нюанс есть. Когда вы будете варить кофе, делайте так, чтобы вот эта трубка, носик кофеварки, опускался чуть ниже края чашки в чашку. Иначе будет сильно разбрызгиваться вокруг. И вот так это все выглядит. В общем, все, что хотел сказать на сегодня. Спасибо за просмотр моего обзора. Если понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Ходим в походы. Варим вкусный кофе крепкий. Пока-пока.